Каждую модель этих платьев Жебек Каэрбекова подбирала лично, учитывала бизнес-вуман, вкусы и предпочтения местных модниц. В прошлом ей приходилось делать то же самое, только для столичных девушек. Но в Нур-Султане маленький бизнес Жебек пострадал в период пандемии. Спустя время они с супругом приняли решение переехать в северный регион по госпрограмме. Здесь им предоставили жилье, выплатили субсидии, а позже помогли и с открытием собственного дела. Всегда приехала, начала сначала с дома работать и после уже обратилась в центр занятости, где подсказали, что есть программа, где они мне могут помочь с открытием бизнеса здесь. Вот что мы с успехом сделали. Грант, безвозмездный грант, в районе 500-600 тысяч тенге. На эти средства Жебек приобрела оборудование, арендовала бутик в торговом доме. Найти свое рабочее место в Таинше смог и супруг. Работает он в местном ИП. Всего за 6 лет программы переселения в Таиншинский район прибыли свыше 200 семей. Это почти 700 человек. Меры господдержки включают прежде всего субсидии на переезд в размере 70 мрп на каждого члена семьи. Далее мы можем выплачивать субсидии на аренду или выкуп жилья в размере от 15 до 30 мрп в зависимости от местности, город, село и от количества членов семьи. При желании семья, переселившаяся к нам, может получить субсидии на аренду жилья единовременно. То есть, если они хотят выкупить дом на территории сельского населенного пункта, мы можем выплатить по решению региональной комиссии, районной комиссии, эту сумму единовременно. В среднем на семью 5 человек получается сумма чуть больше миллиона. Таким образом, в Таиншинском районе вторичное жилье выкупили 14 семей. Есть и число тех, кто по разным причинам вернулся обратно на родину. Таковых за весь период программы насчитывается 22 человека. Жанель Бесимбаева, Азамат Баймукан, МТРК.